возможно в печке придет так пойми там понимаешь вся суть нет ну хватит играться сейчас опять стул вот стул да вот сейчас стул ты зачем умаешь ты сделал давайте ребят что еще мне делать смотри как еще надо жить тебе надо просто расслабиться уважаемые смотрители обратите внимание скоро у нас новый год мы давненько не говорили о том что скоро у нас новый год а он у нас очень скоро и сегодня у нас есть вот такая вот композиция она называется новогодний коллапс тропическая ёлка вы наверное хотите спросить почему тропическая ёлка потому что ёлка здесь я как видите сделано как вы думаете из чего ну естественно наши постоянные смотрители знают а вот те кто присоединился буквально сегодня я точно знаю что вас много как вы думаете из чего сделано это правильно молодцы из ананаса точнее из отростка ананаса а вот обратите внимание в нашей композиции есть наш армянский дед мороз который держит зубах розу как бы он говорит о том что цветы он армянин и армянин как армянин я армянин а вы русские и все мы казахи и татары максим незабудка твою я как-то природ прервался да это пропустил кусочек цена всего я прервался слегка максим скажем он сказал сейчас армянин 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 татары казахи просто максим сказал армянин и я решила тем что то говорилось я хотел спросить максима максим незабудка это твой любимый цветок это мой нелюбимый нелюбимый цветок а воздух поцелуй может быть самым горьким этого я не знаю не знаешь вот ты говоришь что я тебя не люблю ты любишь говорить что я тебя не люблю а почему ну потому что ты же противоположен ну конечно потому что любить могут только одни кто девчонки пусть в так уж вашего пришло задание уважаемые смотрители нам на плазму только что пришло задание и сейчас я его для вас озвучу а значит пусть вас васич придумает какой-нибудь звук или жест который он будет воспроизводить после каждой сказанной фразы вот такой был уже как гусь от ирины петровой это задание ирина петрова ты ты проснулась и смотришь нас как приятно что с нами столько смотрителей которые всегда и постоянно с нами спасибо ирина петрова тебе а за такое задание я не знаю про какого гуся говорит юрий возможно меня не было нет и был мы говорили фразу а потом гали гусь а но здесь видишь на мое усмотрение пусть в вас васич придумает какой-нибудь или мяу или жест который он будет воспроизводить после каждой сказанной фразы то есть после каждого предложения значит это буду делать только я это понимаю значит и не интересно ирина петрова с какое по какое время мне это делать хотелось бы всю жизнь вас делать какие-то сроки определить но это не важно ладно я сейчас придумаю значит я буду говорить вася васич прекрати позволь прекратили прекрасно прекратили оставь это для ресторана прекрасное у оставь это для резона антон панченко да пожалуйста друзья не дело в том что не так давно меня приз пригласил в ресторан восточный караван антон панченко и мы пытаемся воспроизвести ситуацию которая возникнет при контакте с нашим смотрителем я об этом думал а я об этом думал давайте вернись пожалуйста сюда мне надо задание придумать я думаю да но придется вот как то доброе утро это 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 я это я это я это я это я все в порядке все в порядке порядке так 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 не будешь может быть приседать будешь не ты чего с ума сошла выпук да какой выпук господи нету мы все знаем что это нет все я придумал значит ровно полночь ровно весь значит эфир или я буду после каждого слова после каждого слова говорить грибочки а почему хороший вопрос грибочки смотри я объясню то есть после фразы после каждой фразы были тушенка не забыть это делать тушенка как ты можешь забыть о тушенке я никогда не забываю о тушенке тушенка но возможно когда я начинаю быстро говорить как-то эмоционально тушенка нет юра нет тушенка на юра не это массовка я тебе объясняю что в когда у меня были это сеть тушенка тему ты в ментовской форме ты можешь не объяснить я тебе объясняю юрец тушенка очень было много сериалов по нтв шло и там они набирали всякую массовку в дело врачей а это твой суп присяжных знач на нтв тоже есть а вот в суде присяжных там я помню я когда приходил тушенка там нужно было обязательно там очень много набиралось людей тушенка вот массовку и я сейчас объясню мне очень шла форма полицейского тушенка и как бы и один раз снялся там в массовке в этой тушенка постоянно меня потом приглашали чисто такую ну типа опера оперативной работе домой но это не говорит о том что это было какое-то время но максимум полгода тушенка так вот ну вот я понял что на массовке особо не заработаешь тушенка это нужно постоянно постоянно ездить постоянно где-то что-то это тушенка и все все слушай я не понимаю почему ты мне не веришь ты что думаешь что я сейчас не даже не спорил с тобой слушай вася васич короче ты работал массовки присаживайся да и меня пугает вот эта роза много ты зарабатывай просто я хочу у тебя совета спросить вот я иду на встречу с антоном панченко ты считаешь что я тебе могу что-то посоветовать тушенка мне кажется ты достаточно опытен в этих делах я никогда если это не деловая встреча с партнерами по бизнесу то я никогда один на один не ходил на встречу в ресторан с мужчиной тушенка поэтому я здесь тебе никак не смогу ничем посоветовать скорее всего это будет мне просто я хотел с антоном познакомиться это прокопа ребята я сейчас озвучу то что написано на плазме потому что слов много тушенка пусть ли я и юрец завтра полдня ходят с примотанными руками к друг другу скотчем и говорят друг другу только приятные слова кто нарушит это того ждет жесткое наказание от наших смотрителей написал это михаил фартаев но я этим заданием пристально будет следить черныш и беляш миша картаев я это сделаю если все сначала исправится все что было здесь сказано за все четыре дня и все что было направлено беспричинно и тогда и тогда я буду и тогда я буду делать ли я два задания вчера не выполнила и позавчера она просто послала в задницу все что происходило на плазме и искал я не буду этого делать вот поэтому поэтому я буду это делать если исправить я просила извиниться не извинился ну ладно тебя как бы ничего пусть черныш и белая беляш тогда сделать а знаете что мне кажется тушенка если сейчас у всех будет клёво с памятью или наоборот вот ты или я говоришь что ты не помнишь у тебя что наверно просто что-то с памятью я я так думаю сумма опа ребят печь горит открывать скорее ну-ка что там а вот и скотч а тушенка смотрите нужно сейчас всем а все оставить позади тушенка есть я как бы оставила это ситры какие ничего себе меня чумырили тут четыре дня а сейчас я должен скотчем привязаться и что-то делать нифига себе это где в семье а смотри ну я не понимаю извиниться но увидите но спасибо я не буду это не только у меня выгоняют я этого не буду делать я не буду правда вчера много сказала потому что у меня есть честь и достоинство уважения к самому себе и к этой семье если человек тут какает на всех аккуратно и делает это в прямом эфире и делает это при всех и выносит все личное на камеру пусть сначала человек извиниться потом я буду делать это задание я не буду его делать пусть следят за мной кто хочет растут все могут выпендриваться и говорит мне ничего не страшно почему нет почему я должен почему я должен это делать почему почему за что у меня в семье принято так если ты накосячил ты извинился ты попросил прощения чтобы тебя простили чтобы этого осадка не было а вот идти наперекор связывать и там что-то там мириться и забыть типа все слова которые были сказаны все дерьмо который был это неправда она вернется опять ничего не исправится ноу нет спасибо я лучше поиграем в то что если она не будет выполнена наказание будет очень жесткая тебя я думаю что наказание ты уже придумал вот тушенка и мне кажется что это задание будет выполнена обязательно будет выполнена будет может быть тушенка смотрите будет придумывать жесткая наказание да я с тобой согласен прям очень не хотелось и мне бы не хотелось тушенка чем не забудка тушенка смотри а не вася вася даже не мута разум пройдет но мы это не честно будет нет неправильно это неправильно смотри а я не согласен с этим абсолютно и она извиниться перед тобой и за то что пусть она извиниться перед всеми смотрителями потом передо мной потом перед теми матерями которых задела и и за и возьмет все свои слова обратно вот тогда я буду что-то делать а все остальное то фуфлыжничество и обман какой-то ну вот сейчас мы постараемся это все решить нет не будем перематывать попроси прощения у всех смотрителей попросил меня за все свои гадости которые ты говорила в прямом эфире на меня и за все вранье и за порчу которую ты сказал что наведешь на меня это вчера порт вчера ты ты сказала ты сказала про порчу хорошо я не буду этого делать пока она все честно не скажет и у меня кое-что еще есть в таком случае али если я извиняюсь за все что он придумал нет 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 это если вы так будете извиняться это не то но я я потому что вы должны я я при он придумал ну как я могу научить извинять как надо перед ним извиниться чтобы он не за по-человечески а я по-человечески а ты делаешь это как-то те это и ты не хочешь этого делать ты просто сейчас аккуратно приняла позицию ну правильный хороший 3 дня ты делала что-то а сейчас ты как бы хочешь что-то сделать а сейчас ты аккуратненько скотч надела почему ты сейчас скотч надела ну потому что я страшно стало лечка задание пришло да мне страшно стало хочу дальше общаться с вас чем с катериной может мы с тобой милан привет а зачем ты это делал перед конец кровать что день но зачем ты говорила всякие все три дня почему потому что ты на вчера весело ты такая счастливая была и вообще познавала это и метро ты видела и все так я конечно разочаровалась что нельзя с водителем поговорить ну ничего слушай на самом деле на самом деле если мы следующий раз поедем и будет мало народу и да ты можешь ска передать просто водителю сказать что спасибо ну там какие-то наверняка никто не говорит спасибо никто никогда если к нему и обращаются тушенка то только как бы для того чтобы там сказать о каких-то проблемах тушенка что голодный нет мне пришло задание от ирины петровой чтобы я после каждого предложения говорил какую-то фразу тушенка вот и я мы думали какую фразу я сначала хотел сказать фразу грибочки тушенка а макс он такой говорит слушай а говорит тушенка тушенка максима на самом деле как это интересное сравнение с вами он когда говорит про вас он часто тушенку да а потому что это отложилось у него в голове когда помнишь нам первый раз пришла тушенка и я ее прятал я ее дел руками было такое и вот я у него ассоциация ассоциируйтесь ассоциирую с тушенкой тушенка я не могу извиняться когда мне человек говорит что мои слезы были не искренне я притворялась что за бред я извинилась причем я извинилась же все равно а он говорит нет признаю что твои слезы были фальшивы ну вот сейчас почти все вроде как бы наладилось тушенка но смотри ну а что мои слезы были фальшивые то есть я вообще вся такая плохая вот и плачу а помнишь о чем мы с тобой вчера говорили тушенка я тебе говорю на одну не принимает мои извинения в а потому что смотри когда это происходит тушенка вот так смотри а вы хотите чтобы я извинился я извиняюсь как бы за придуманные вещи тушенка я извиняюсь за то что как бы ты делаешь ему одолжение тушенка понимаешь ну вот ты сама с этим согласна нет нет если ты хочешь изменить изменить все все отношения здесь если ты хочешь выполнить задание миши фартаева и действительно упа звали юра юр слушай а спустись тут и некие обстоятельства которые вынуждают тебя по-любому спуститься а то так выходит что я типа тут это все накуролесил вот эти все какие-то проблемы мы хотели помириться с тобой как разница кто что сделал уже черныш здравствуй нет нет юр так интересно я так понимаю тебе тоже надо сесть пришло задание михаила фартаева и делаем тоже пришли добрый день прекратите здравствуйте вы на этом проекте играете за эти дни я наблюдал за вами и ночью тоже ли я могу сказать одну вы больше переиграли эта игра превратилась в издевательство какое-то вы меня слышите да намеренно издевательство если вы нарушаете правила игры вы уходите отсюда справедливо но при нарушении правил за этой дверью главные смотрители могут вас сильно наказать это мы сейчас абстрагируем все отличных отношений смотрители за вами смотрят за вас переживают все эти задания приходят не для того чтобы над вами поиздеваться чтобы загладить ситуацию мне нравится задание от смотрителей мы не вправе влиять на вас но вы обязаны играть вы перешли черту что с одной стороны что и с другой стороны моя личная просьба сейчас и здесь под камерами просто друг другу сказать слово извини и не переходить на личность ваше поведение влияет на всех извини 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 и т.п. и говно вонючее извиняюсь Ирина Петрова я вообще не должна была говорить говно вонючее просто впервые сталкиваюсь с тем что надо мной издеваются и больше не будет так делать это вранье как ты Илья и начал делать что-то как ты я не знаю за что мне извиниться если честно если мне кто-нибудь скажет за что я извинюсь у меня нет чувства вины внутри перед Лей вот у меня нету его я могу просто сказать извини но это будет неправда простили но за что я не знаю это твое право твой выбор мое право дальше жить не искренними и лицемерами ну конечно да по опросу смотрителей нечестно оценка была дана такая что 85 процентов провокации шло от Ли Ли извини это не наше мнение это не мое мнение это мнение наших смотрителей я прошу прощения я постараюсь справиться считаю что они правы просто через камеру не все видно не чувствуется а что не видно было что Ли скажи что того как я плакала ты издевался я просила тебя выйти из комнаты я вышел нет ты издевался прыгал на кровати говорил ну что ты плачешь ну такой я родился ахахаха вот так а ты плакала почему причина твоих слез почему потому что я вернулась в дом где мы могли не рады начали надо мной смеяться кто начал смеяться я хотела ты и Милана в самом начале я и Милан начали на тобой издеваться смеяться я пришла я пришла это же вранье это же вранье это же вранье ты даже сейчас врешь ты просто врешь тебе что то говорить если ты говоришь что это все вранье все что тебе неудобно пригласите пожалуйста сюда Милану ты называешь враньем все что ты называешь ты не можешь остановиться и врешь до сих пор просто врешь сама себе пригласишь Милан я не знаю где твоя комната интересно и как ты это но тебе надо выйти тебя зовет Черныш я не знаю где твоя комната извините смотрите ли что я себя так вела я больше не буду Юре ничего плохого говорить просто пожалуйста присмотритесь к его действиям и как он умеет провоцировать людей присядьте пожалуйста вы извиняете для того чтобы услышали это смотрители я извиняюсь потому что хочу исправиться может быть я что то и делала не так сейчас я попробую делать по другому мне хотелось все по справедливости по справедливости но не получилось есть святое правило вселенной мнение каждого человека это его мнение и не человек не имеет в праве свою справедливость внушать к другому согласна должен быть баланс если тебе не нравится красный цвет а Юре нравится красный цвет значит нам надо вам выбрать тот цвет который нравится обоим тогда и будет равновесие гармония у вас если Юре нравится кофе без молока а тебе нет значит попейте чай структура воды она везде одинаково для вас здесь никто нет врагов но у каждого есть свое мнение жизненная цель одна из затей создания этой игры на примере вас чтобы люди увидели себя со стороны в любых ситуациях слава богу наши смотрители реагируют и на хорошее и на плохое вы знаете как я играю василий да макс да даю вам такие условия и я не выполнил два задания смотрители начали бунтовать если кто-то из вас нарушает будут наказываться рейтингами и все остальные ваши члены семьи наивы если василий и макс не выполняют условия игры будет наказываться вы вам надо жить вместе существовать вы уже одного человека потеряли с каждым днем с вашим поведением шанс ее вернуть все меньше и меньше если вы увидели что смотритель набирают обороты те которые уставшиеся смотрители показывают что можно с вами играть вы это делаете великолепно милана вам понравилось играть да чай это была задумка выехать что конкретно моя Вась Васич Лея у меня спросили будь здоров что такое Ирина Петровна выражаю личную благодарность гармония и любовь поможет вам но не надо давить на больные места людей мы перестаем друг друга уважать Лея такие вещи были в начале у Васича и Юрца но здравый смысл взял верх они меня услышали они цапаются да но после этого подходят и искренне извиняются хочешь исправиться исправляйся хочешь чтоб тебе помогли позволь все чтоб тебе помогли вы же хотели построить империю да а на чем строится империя на идеи нет на людях Василий да это невеликая китайская стена где на костях строили я решил предположить на любви любовь к тому что ты создаешь то и получается нам создатель дал великую вещь созидание а созидание это творить вместе с ним мы не пользуемся этим естественно нет мы хотим доказать какие мы все мы хотим оскорбить людей мы хотим их обидеть унизить что это дало я могу сказать что у меня не было цели никого оскорблять и унижать ну вы хотели же что-то доказать друг другу я защищалась уже никто из вас не защищался каждый из вас искал момент чтобы в той или иной момент зацепить хочу вас просить хочу вас просить от вашей игры итог какой получился хороший никакого что вы друг другу доказали ничего вы можете продолжать то же самое изо дня в день но вы не докажете друг другу вы же взрослые уже люди вы не сможете друг друга воспитать но надо уметь извиняться примите человека такой какой он есть но не надо за его слабые места цеплять слабые места надо делать сильными Юрий у вас же есть пример да человек инвалид без рук без ног никого чуть вот он пример когда он из слабости сделал сильные стороны а у вас есть руки ноги голова но вы этим не пользуетесь надо уметь любить я всегда учился любви от своей мамы какой ты не был и кем ты не стал она всегда тебя любит такого какой ты есть и ей за это спасибо теперь я людей люблю такими какие они есть у меня есть возможность любого человека психологически уничтожить но мне это не надо надо просто другого простить и с этого момента вам начать надо все сначала теперь по воле внимание всем по воле создателей игры по воле смотрителей у нас будет карцер где мы в любой ситуации будем изолировать человека и в силу решать это будут только смотрите с и с и и выполнять все задания василий ваше любимое выражение как это надо делать играя играю играть играючи я это хотел сказать мой вам совет убедительным плодим выполнить то задание которое на плазм меня опередили у меня было чуть-чуть пожестче сада на этом было бы наказаны и вы а ваша семья спасибо смотрителю за этот задание я буду теперь наказывать других и тех кто провинился от других людей вашей семьи вот будет итог от всех я всем говорю начнете спорить вы другу ничего не докажете у вас не будет никакого итога страдать будет другие вы заметили что вы сами подводите к этим ситуациям что вы с этой ситуации сами подвели к тем условиям которые сейчас озвучим скоро новый год вы будете постоянно друг другу передавать эстафенную палочку мы люди юрий я сегодня к вам вечером приду помогу с вашему уху я надеюсь после нашего разговора у вас что-то изменится василий да кто в этой ситуации больше виноват у меня есть право не отвечать на этот вопрос нету смотрите через ментальное зеркало взгляд со стороны нету здесь того кто больше или меньше есть все все в целом то что привело к это если мы будем определять кто больше кто меньше то тогда и будет кто-то лучше кто-то хуже василий с очень хороший фильм какой свадьба в мариновке это хороший фильм помните там дедушка с двумя шапками к сожалению в этот эпизод я уходил чай наливать хорошо спасибо что мы другого поняли максим да а вы как думаете кто виноват здесь нет никто виноват здесь нет кто переборщил пересолил борщ не знаю мне кажется они оба может пересолить по чуть-чуть ну как бы на чего вот так возрастать возрастать и из этого максим ваше мнение какой итог у них получился них мне кажется у них нету что они как сказать ну себя как бы не воспринимают вообще нет них контакт как моя одна знакомая сказала секса у них не получилось да можно еще кое-что скажу да вот я привык везде где бы не находился отвечать за свои слова и действия что я сейчас и делаю и призываю чтобы в дальнейшем вот каких-то лживых слов не было в отношении ко мне там или неважно кому да вот когда они слова за собой ничего не несет она несет только сугубо твою личную внутреннюю проблему илонтизм с которой с которой ты не можешь сама справиться или сам справиться да вот я не могу чем-то справиться я вижу это в людях надо было дизму надо прежде это был юмор ли это был юмор после слов которых мне надо было выплеснуть свою энергию как куда-то мне же не как-то себя вести ругаться правильно матереть тебя унижать говорить моим родителям что что-то не то что то нет почему я не спрашиваю я играть я играючи играл ты издеваешься над людьми я не издевался над людьми ну как-то я два дня не спрашиваю видите вы не продолжаете вы даже не хотите послушать но потому что продолжаете хотите покусануть и дальше цеплять эти ниточки поэтому вот сейчас вот я и вижу что и простить друг друга мы не готовы и извиниться не готовы потому что это будет вранье прощение вещь искренне это когда ты понимаешь абсолютно все что главная семья главная любовь как сказал чуть-чуть черныш можно так называть черныши и сказал и вот это главное пока человек не готов это выбрать искренне прощение не попросит и я это не только тебе говорю что ты там вставай на колени извиняюсь мне это не нужно хочется просто искренности тебя принимает такая какая ты есть с твоими шутками странными отрезать голову туда на на наложить что-нибудь вставить руки детей детей как маленьких там души их и ну ты шутишь на такие темы ли на такие темы ты шутишь но часто шутишь это неважно когда бы тебя никто за это не судит тебя также не судят за то что тебя часто не бывает этот спуск тебя никто не тыркает тебя никто не обвиняет ни в чём я просто хочу чтобы ты обратил на это внимание что тебя никто не судя решить прошлое тогда нам будет проще друг друга слушай меня пожалуйста я хочу чтобы хотя бы при черныше был конструктивный разговор без споров без доказывания сейчас ничего не доказываю я тебе декламирую просто мысли я даже тебя не хочу учить ничего ты пытаешься разобрать мои действия чернышка что я сейчас делаю человек говорит просто субъективная вещь он сейчас не пытается тебя задеть он не пытается себя вывести из колеи просто хочет доказать что даже не доказать чтобы его выслушали это его мнение очень спокойно и самое главное объективно если ты также научишься объективно рассуждать и между слов неставлять личные качества человека да у тебя все получится чем больше ты это делаешь тем больше минусов ты себе зарабатываешь надо уметь сдерживаться это сложно если ты не умеешь сдерживаться надо научиться человека так приземлять в земле с загадками юмором но не личностью я за пять минут спокойным тоном тремя стихами могу тебя разложить по полочкам для любого здесь человека а если я начну сейчас на личности ничего не получится каждый психонет разобьет уйдет опрокинет плюнет а когда ты спокойно говоришь добавляю нотки юмора остроумия то человек задумается твой собеседник что это наоборот та собака на привязи на цепи сидит и просто лает еще я люблю выражение та собака которая лает никогда не укусит объективно общайтесь мягко высказывать свое мнение без без личных цепляний это самое мерзкое и низкое качество в человеке когда человек не может что-то сказать он всегда переходит на личные качества выжи пример для многих хотите творить начните себя минуту ты говорил тебя все принимают здесь такой какая ты есть тут у всех свои косяки реально и у вас Васья и у Макса и у меня и у меня тем более у тебя но никто тебя никогда не судил за то что ты тут делаешь и шутишь тебе всегда позволяли говорить ну просто оценивали ну та шутка и еще что то но тебя никто никогда не тыкал здесь если ты вспомнишь все время только если ты перебарщивала что-то тебе пытались просто сказать и это и была отправная точка когда ты зашла сюда мы смела на тебя встретили нормально вопрос начали шутить тебя никто не оскорбил на личность никто не перешел никто тебя не унизил мы просто начали говорить втроем а как известно обида это 15-минутная хрень то есть я что-то задел это на 15 все остальное придумка и поэтому я смеялся когда ты была в комнате когда ты потому что я не мог поверить что ты плачешь из-за вот этого и все это растягиваешь на все дни а почему ты не могу подожди может быть может быть может быть я я просто пора зашел я хотел я подумал может и шутишь посмеяться после но я понял что ты идешь дальше я не стал этого делать я ушел никакого зла и никакого лицемерия как ты говоришь придуманного тобой не было в этом это был это был юмор это было момент теолога момент поговорить на посмотри что с тобой я буду понимать что души детей и есть их души это тоже шутка следующий раз этот это наверное смешно типа да ну как бы в таком контексте это абсолютно не смешно понимает да в любом контексте просто принимать тебя такой какая то есть окей ты тоже это хорошо тогда проблем не будет все которые шутят на инфекции за меня я уже я сказал только что свое мнение это уже твое право додумать все что угодно ребят не забывайте про карцев скорее всего там не кормят не защищаться вы совершенно правы массиве я еще напомню что в него пойдет кто-то другой я вот об этом же до в карцер пойдет не тот кто провинился именно это докажет кто действительно относится к своей семье с уважению если мы уважаем свою семью мы позволим так чтобы кто-то попал туда или я просить ли я человек отреагируем на твои слезы так он хотел сгладить ситуацию но он так он так умеет так как ты хочешь чтобы сгладить твои слезы знаешь только ты или люди которые с тобой прожили не один год хотел успокоить эту атмосферу которая здесь была не кормят вот видите мы не можем воспринять я могу например подойти когда человек в истерике облить холодной водой но этот мой метод успокоить человека я думаю что тебе это тоже не понравится потому что я не знаю тебя я не живу с тобой дайте шанс друг другу узнать расскажите о себе о своих желаниях расскажи что когда у тебя стерка я люблю играть в карты я думаю юрий не откажется с тобой поиграть в карты когда юра выходит из состояния баланса он любит взять гитару и поиграть дайте ему 15 минут и можно к нему спокойно подойти и поговорить василий да у вас наверно такая же ситуация чтобы когда вы спыльчивы вам дали время успокоиться абсолютно верно потом можно к вам подойти и вас облить холодной водой совершенно точно я могу одну вам сказать бойтесь макс почему не выводите его макс очень добрый не знаю может тоже мне быть настроение смотря как правильно чернуш говорит милана я с ними не спорю я всегда его слушаю ваше мнение по поводу того разговора который сейчас произошел я очень надеюсь что он к чему-то приведет к сожалению я перестаю верить это почему живем здесь не неделю и не две я все вижу почему-то разные способы не действует я могу удалить эту игру я знаю именно за это я переживаю больше всего вы спросили мое мнение я его сказал как думаете есть выход из этой ситуации выход сюда есть даже у съеденной пищи есть два выхода согласен один выход от жадности а другой биологически который биологически от него больше пользы чем о жадности есть выход или нет к к я не знаю я надеюсь что вы знаете ли посмотрите пожалуйста на вас васич увидели что там что-то изменилось до посмотрите пожалуйста ли на безумного макс вы заметили что он теперь позволяет себя обнимать до он стал более веселым чаще улыбаться стал смеется теперь это так здорово к террине нету к сожалению она выполнение задания перенес просим а теперь я спрошу про две занозы вашей душе посмотрите пожалуйста на мелан как думаете что там изменилось посмотрите на юрия пожалуйста что там изменилось наверно придет момент когда вы увидите я люблю в людях смотреть только плюс я пробую так потому что я жила по другим принципам находила минусы вот и не общалась теми людьми в которых видела а тактикой я не пользуюсь никогда а я вот вижу во всех людях только плюс потому что это иллюзия думать что в ком-то есть минусы а в ком-то вообще их нет минусы и плюсы есть во всех просто это как говорили черныш зависит от его от взгляда как ты относишься то и пожнешь я попробую по-другому мыслить один большой плюс вам что вы научились слушать что-то принимать что-то нет и я вчера была очень стыдно перед вас васичем и катериной потому что в своей истерике вот этой двухдневной я абсолютно о них не думала когда васич мне про это сказал я это было ужасно и я хочу исправиться потому что я не хочу чтобы из-за моих каких-то принципов страдали те люди которых я очень люблю я научусь видеть в людях только хорошее спасибо что даешь такую возможность предупреждаю один раз я тебя увел задумайся об этом можно еще вопрос вот это задание которое сейчас на плазме это надо сегодня делать там написано завтра оно пришло вчера ночью то есть вчера поздно вечер я до последнего момента не пропускал это задание это вот сегодня тот край который нужно переломать ну да Лия я тогда скажу за вас наверное уважаемые родители евреи я лично приношу свои извинения за то высказывание которое было от Лии в скором времени они все поймут умереть на просьбу лично от меня не трогать своих родителей спасибо ни как да лично я этого не позволю лично я за это огромное спасибо вы хорошие люди и умные я должен понимать что семьи трогать не надо это недопустимо предупреждение первое если вы продолжите первых кто попадет в карцер это будет безумный максимум Лия хорошо к нему относится очень и Юрий вот вы и покажете всем ваше уважение своей семье мы посмотрим что для вас важнее кого-то обидеть и доказать и оскорблять или уважение внутри вы будете ломать безумный макс да вы услышали услышал ну мне туда не хочется попадать конечно потому что там не кормят да безумный макс это все зависит от вашей семьи я надеюсь в ближайшие дни вы найдете примирение вы должны каждый из вас хоть по маленькому шашку друг другу делать по маленькими шашками будьте добры исполнить это задание до моего вечернего прихода может отдать нам хотя бы час да спасибо так же смотрители в последнее время часто наблюдают вашу пропажу из камер игра набирает обороты или мы плывем в этой лодке или нет если вы это сегодня задание не выполните второй кто в карте пойдет это Вась Васич Василий да там не кормят спасибо чернышев там еще и холодно спасибо вам большое что вы меня выслушали спасибо спасибо крик Фуху… сейчас дарится мне кажется что все пойдет по-другому все будет хорошо да да переживай что-то я спелку а да ты не парься да я знаю все равно парюсь а значит можно да в карте максимум он пошутил я надеюсь потому что там реально не кормить и я с тобой там закаладку в трусах такой картер который прям то это жесть вот я клянусь вот клянусь я очень хочу чтобы вы помирились и это я вот честно это уже это просто мою это потому что я умеешь вот эти вот это вот эти дни до 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 прихода ли юрец катя этим и это и как вот все было тут ну вот реально охрененные лайтову вообще помнишь и хорошо было и вот я так же хочу потому что я знаю что это возможно и она научилась его слышать и воспринимать его научился я слушать не знаю как не знаю это но было прям реально я и я помню еще этот ваш разговор машине который хороший разговор был вот желательно всем бы так поговорить обо всем но просто и просто было ну реально очень круто никаких вот и я верю что ты тоже . просто попала под влияние про тушенку в каждом предложении я как я буду продолжать это задание делать после я же не понял сколько времени она идет видимо продлевая продлевается на тушенка и я так понимаю что скорее всего в течение сегодняшнего дня нужно выполнять это задание тушенка да да что он надо привязываться хоть как да вот макс он тоже говорит вам надо привязаться тушенка ну потому что смотри он уже реально начинает нервничать тушенка макс ну смотри но в карцер потом мальчик вас пойдет я хочу схожу из да ваще ты же я то просто просто если вам надо полчаса на выполнение этого задания тушенки имею ввиду подготовиться вы просто сходите каждый комнату к себе тушенка и да попробуйте настроиться на это тушенка никто вас не будет трогать тушенка мы пока с максоном тушенка приправить очень приготовить поесть тушенка что я реально хочу есть не ступал к тушенка не тушу на них тушенки у нас тушенка 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 а у нас чай есть тушенка а чай у нас есть ну как есть есть да не про вашу честь тушенка ты можешь говорить что я тебя не люблю что любить могут одни девчонки тушенка не тушенка тушенка я знаю что сейчас делал помыл горшок водой воды из-под крана тушенка а вот я же закончен слушай горло можно вылечить разными способами тушенка есть даже один анекдот на эту тему тушенка встречается как-то две блондинки тушенка вот и одна другой говорит ой родная говорит у меня горло болит от реально болит горло тушенка а другая отвечает говорит а у меня есть горит метод тушенка приходишь вечером без всякого разговора вечером просто приходишь без всякого разговора снимаешь станы своему мужу и делаешь приятно и как все рукой снимет как все рукой потому что во-первых на другая и отвечать да типа серьезно ну ладно поверила разошлись значит и на следующий день встречаются опять ну это это говорит то у которой горло болело это еще не конец нет нет а горит ей что говорит ну говорит привет родная ну а авто вторая то ее спрашивает ну чего помогло тебе не помогло ну тушенка нет 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 а также нет не помогло но уже понравилось твоему мужу понравилось оказала она понимаешь юмор и она люблю этот анекдот это один из моих любимых знаю он наизусть как от зубов отскакивает тушенка прям так и все таки что делать с больным горлом слушай ну что делать с больным горлом что делать тебе с больным горлом не пойду к чужому мужу ходить это вообще не хорошо согласен а вот значит помнишь вы из кодишей какие-то лекарства там собирали что-то и покупали может там есть что-то от горло тушенка таблеточки от фаренгита таблеточки от фаренгита там беду злой шонка слушай хочешь космос тарс так это же макс что-то вечером перед я вот думала и что пишу то есть приход черных а я думал переход когда ты переборщил те черный приходит знаешь что тушенка если черный идет юрцу лечить ухо и поговорить с ним и попроси его черныша полечить тебе горло после таких шуточек вась-вась я прямо даже уже не знаю ты хочешь вылечить если ты хочешь вылечиться то попроси помощи у черныша я не знаю как он будет лечить ухо юрию ну и не знаю как он будет лечить горло тебе но у тебя есть всегда выбор либо остаться с таким горлом либо с другим понимаешь вот тут пожалуй у тебя есть время подумать до вечера конечно у тебя есть время подумать да буду подели на 4 давай что делать давай вот это вот я возьму мы на самом деле сегодня радуемся потому что у нас задание от нового нашего смотрителя который я снимал от михаила фартаева миша мы рады что ты с нами рады что ты смотришь это класс спасибо тебе артаев большой фартаев фар край квартал знаешь мне как-то полегче стало ты знаешь в атмосфере добра любви позитива все делается легко все да и творчество и готовка и умные мысли филоса я даже вот на руках ходила или на руках ходить и вот и да все становится легче когда все друг другу помогают да 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 это так не желаешь скрабу я тебя скрабу просто ну серьезно меня вчера милана уничтожила просто скрабу она брала 200 а такое ощущение что он из вот советского союза это скрабу тогда бы на нем было написано буковки русским языком а там на английском скрабу а поэтому давайте сам пожар вот открываю вас это же наша общая игра конец света что вы скажете началось что конец света вот тебе пожалуйста вот тебе пожалуйста ой 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 я озвучу сейчас уважаемые смотрители если вы не видите что сейчас тут написано на флазме это пришло задание от ирины петровой дорогие вась васич и катерина приглашаю вас для поздравления наших детишек с новым годом 23 декабря в четырем часам катя возвращайся с невиномыска мы срочно должны добить нашу новогоднюю программу потому что ирина петрова нас пригласила к себе на привет поздравить ее детей вот ирина петрова спасибо тебе огромное у нас уже 23 декабря будет новогоднее настроение и мы превратимся в деда мороза и снегурочку с катериной блин это круто реально ребята я прямо радуюсь от души и ирина петрова ты наш ангел-хранитель ты молодец умничка потому что во первых сейчас все эти остальные дни сегодня какое число восемнадцатое восемнадцатое значит девятнадцатое двадцатое двадцать первое двадцать второе мы будем как раз репетировать и это это будет как какое-то творчество понимаете поэтому ирина петрова ирина петрова спасибо тебе огромное за то что ты в нашей жизни здесь наш ангел-хранитель наш поклонник наш смотритель спасибо большое мы с удовольствием выполним это задание с огромнейшим вот и самое главное что мы всегда будем улыбаться какой бы маски мы не находились мы всегда будем радостны какими мы не были бы дед морозами и снегурочками это всего лишь маска мы настоящие мы будем улыбаться понимаешь о чем я говорю мы должны быть настоящими да да есть очень мне кажется сегодня черныш придет будет лечить твое ухо интересно да как не знаю вообще он вообще всегда реально хорошие подгоны делает помнишь? мне кажется разных много способов дуть тебе туда да Опа Остап пишет где мои красные трусы Милана сейчас она ответит мне кажется что ты делаешь? вбирай букву ты правильно будешь? могу сделать конечно втроем не слишком торопясь я аксон садись дело в том что красные я понимаю что вы хотите именно красные а не то что я интерпретировала красные то есть красивые 8 надо? там написано в правилах по 7 8 надо? там в правилах по 7 8 надо? я постараюсь сделать их как можно скорее давай уважаемые создатели 8 скажите пожалуйста вы как то можете мне поспособствовать приобретение красной ткани? или же мне необходимо сделать это самой? стал с тобой спорить я поняла 1,2,3,4,5,6,7 7 букв 7 букв все набирают любых очень странно выглядит фраза хорошо на этом фоне не выбирай буквы 1,2,3,4 ребята мне нужна ваша помощь конечно я с удовольствием помогу тебе Билан в чем нужна у меня есть ткань но она только белого цвета так а трусы необходимы красные можно покрасить их аааа кровью не смешно ну я не смеюсь сходить за красной тканью? нет нет а зачем? придумать как можно где можно взять красную смотри смотри очень легко у нас есть свекла в доме? нет конечно же свеклы нет но у нас есть морковь морковного цвета ему не подойдет если мы отварим морковь в очень очень малом количестве тертой моркови она будет о тебе черный люди помогут я благодарю вам Милан да подскажи пожалуйста сколько по правилам 7 все надо вот здесь позволить второй раз уже неправильно говорить первый игрок а вот вы показали как должны первый игрок а? по очереди достается а он этого тоже не знает вы сначала по очереди достаете буковку значит сейчас мы садимся за стол извини Милана и будем зарубаться в скраббл который вчера ребята выиграли проходя квест который дала Ирина Петрова который проходил вообще по всей Москве мы вчера опробовали сейчас мы сделаем это почти всей семьей вот посмотрим каково это будет значит игра начинается так а надо вытянуть а Юр давай мы с тобой привяжемся продолжай когда ты захочешь вот я готова я уже второй раз сказала но я понимаю просто не понимаю вам ой буква улетела нужно по очереди достать по буковке доставайте просто достань и не 7 если не трогай положи доставай буковку доставай буковку открывайте а у мягкий знак а Юрий ходит первый вы ходите второй вы ходите третий я в шоке я беру раз такие правила и так они написаны здесь братат так значит все первый игрок составляет из своих в центре либо так либо так слово и дальше по часовой стрелке да окей окей так сейчас из своих букв составляю да так а я не составляю ну ладно две либо больше либо вы можете пропустить ход вы помните да так так значит значит что я могу сделать из этих буков ничего я пропускаю ход есть слово какое илона крик только по-другому как крик только по-другому ор да есть слово у меня дамы и господа это слово ор спасибо милана и так а у меня два очка наши и так значит так 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 интересно дамы и господа у нас сейчас рубилова лютая просто лютая рубилова скраббл это экшен великий первое слово которое написано я же тут делаю ор можно сказать что я слово написал ор я написал слово ор и так охот переходит дальше к максу Максим пытается создать вот из этого да совершенно верно Максим ты составляешь из этого можно так вот так вот туда-сюда да вот значит ю и в а ю м в как б м в только ю это что такое вот это можно считать вот два очка допустим ты поставил вот где у тебя ор вот это твое да да ты можешь сюда два очка поставить все а вот зачем это можно ааа прикольно Милана эти вот по бокам нужно чтобы очки считались понимаешь например тут смотри есть один до девяти и до девяносто я вот тут я вот тут делаешь например двадцать тридцать пятьдесят стак тушенка ой 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 а слушай Васич ааа мне кажется да это то что тебе кажется мне кажется ты у тебя в мыслях какие-то приколы не может такого быть да да слушай это мне кажется в играх реальности вообще все будет, может быть, все. А как же задания другие? Ага. Опа. Вася, Вася, слушай, а если тебе придет задание, например, чернышом выпить 0,7 водяга? Я не смогу этого сделать. Почему? Потому что у меня задание пришло не пить целый месяц, а если я все-таки выпью, то еще к этому месяцу еще плюс месяц прибавится. Вот. А кредит брать, да? Слушай, слушай, а если задание ты не выполнишь, то что? Ну, получается, если я задание не выполню, допустим, нет, я думаю, наши смотрители абсолютно адекватные, прекрасные люди. И они, зная о том, вот сейчас я озвучу, они знают, что у меня пришло задание, алкоголю нет. То есть месяц не пить. И наши смотрители обязательно поймут это и не будут присылать задания, допустим, я не знаю, какие-нибудь бредовые, типа там выпить водки. Типа цепь золотая у тебя? Выпить водки, да. Охренеть. Там 07, а я, нет. Вот. Ты слышишь, о чем я говорю? Зачем ты меня сбиваешь? И наши смотрители очень умные, мудрые и прекрасные люди. И, наверное, они никогда не сделают другое задание, чтобы я выпил. Какое ты слово писать хочешь, Максим? Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Кстати, а вот если серьезно Если будет приходить задание Которое противоречит другому заданию Ну что тогда делать? Играть Ну то есть по любому заданию надо выполнить Но если модераторы это пропускают Значит нам нужно что-то действительно придумывать Будем играть, Васечка Значит они рассчитывают на то, что как бы Не сильно-то и противоречит Ты права, Милана Ты права, на самом деле Нет, никакого Иры нельзя Ну как нельзя-то Так, все Мне надоело играть в скраббл просто Максим бы не смеет мозг Лукваль за 2 минуты Максим, надо слова Нету слова у тебя Я надеюсь, смотрители не настолько жестокие люди Дай посмотреть И какая-то как Хоть что-то человеческое в них Да нет, в них все человеческое Они молодцы Они не сделают Слушай, пир, Макс Вот Но с другой стороны Смотрители на нас смотрят И хотят, чтобы мы выполняли Да, 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 да Я помню, что надо научить его Ты по буквам Бер, теперь обери две буквы Быстрее, две буквы Бери оттуда, Макс Я помню прекрасно Что Да Да Значит Главное играть Как говорит Черныш Играючи играют Правильно? Да, Господи Да сыграем В смысле Мы выполним все задания Ты пишешь сейчас Значит я пишу Так Далее я это нормально Не знаю, почусь Давай, выходи Макс, ты пока смотришь Думай слова, пожалуйста А то ты опять видишь Ира О, ар Ар Что за слова у тебя Ты сам придумал Да Васич, пиши слово, пожалуйста Ребут Подожди Не мешай Ты о чем-то другом думаешь Вася О чем думаешь? Вась-Васич О чем ты думаешь? Вась-Васич Ты вообще слово первое придумать не мог Хотел пропустить Васич Ты у тебя одни бургеры, наверное, в голове Вась-Васич Прекрати Еще при этом, наверное, грамм 30 Водочки рядом Да, я тебе прям Лоб и бургером закусил Сейчас я думаю Вась-Васич Да Что вы так кричите? Какое-то радостное настроение у вас Господи, у меня такая мысль пришла Прекрасно У меня аж настроение поделалось У нее Просто Так Ты поделишься своей мыслью? Конечно Пиши слово, Вась-Васич Пиши слово какое-нибудь Давай скорее Время идет Вась-Васич Ну что ты стоишь? Ну пиши слово, родненький Пиши же слово это Вася Одну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok